Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено моим пустым баночкам уже апреля. Хоть апрель еще не закончился, но я решила, что у меня тут накопился такой конкретный мешочек, и там может что-то еще не совсем закончилось, но уже под конец месяца, уже думаю, совсем уйдет. И я-то надеялась, что я отсюда уже съезу, и нифига. Да, кстати, если вам темно, мы не допустим светло. Если вам темно, включите свет. У нас двое суток льет дождик с перерывами, можно сказать, на обед. Я вчера купила себе классную сумку, красненькую такую, кому интересно, welcome на мою страницу. Страница меня, а не канала, там есть фотки. Обзор сумки я не считаю нужным делать. Ну и, короче говоря, в общем прогулялась я вчера под дочом, походу, дело немножко простудилось. А вчера я как-то подозрительно чихалась, сегодня у меня как-то странно поверьте, что болит голова. Именно так, как обычно болит, когда у вас температура. Температуру я еще не мерила. Один градусник у меня Советского Союза, и он слегка глючит, у него ртутная струйка как-то на две части поделилась, и я обратно не стряхиваться. А второй градусник я купила уже не Советского Союза, но он как-то странно очень меряет эту температуру. Она как-то либо не стряхивается, либо мне такой бракон и попался. В общем, начнем. Если вам интересно, то давайте со мной смотрите меня. Я себя тоже иногда пересматриваю. Ну, а если вам не интересно, то валите куда-нибудь по своим делам, я вас не держу. Так. В общем, первое у меня попалось. Тут совсем чуть-чуть осталось, а я ей вот, может, потом этот лак смазу. Это, кстати, Аленкин лак она мне подарила, какой-то красный, я не помню уже название, но такой красный, с широкой кисточкой, маленький такой, когда-нибудь он в пустых баночках, наверное, будет. Или еще где-нибудь. Может, сделать обзор красного лака и помад. Я сейчас что-то подумала. В общем, короче говоря, хорошая жидкость, недорогая. Я не знаю, сколько она сейчас стоит. Я как-то покупала ее в магните последний раз. Ну, может, месяца 2 или 3 назад. Хорошо смывает лак. Хотя у меня носки такие, что на них некоторый лак даже и часто не держится. А максимум там 2 дня где-то. Вот какой-то лак Аленкин у меня продержался 2 с лишним дня. Удивительно, вообще практически не стерся, не смазался. Короче, хорошая, недорогая, бюджетная жидкость для мытья посуды практически. В смысле снятия лака. Сделана она где-то, видимо, была год назад, в мае. Практически год назад, в мае 16-го года. Что-то у нас такое. Без ацетона, дамский пальчик. Сейчас у меня другая жидкость. Я ее, правда, еще не открывала. Но тут осталось совсем чуть-чуть. Ну, как раз смыть копыта. В общем, если вы любите бюджетную косметику, если вы не любите переплачивать за бренды, и вам тупо надо снять какой-нибудь лак с копыт передних или задних, то вот он подойдет. Советую. Я ее уже не знаю, какой раз беру. Причем она стоит так долго, есть не просит. Я очень редко так... Ту редкую наметку, крашу ноготочки, то вообще про них не вспоминаю. Короче, вот у меня то, что еще не совсем закончилось, но практически уже где-то 1 треть осталось, наверное. Это крем для рук, который мне Аленка подарила, когда она у меня тут единственный первый раз была в гостях. На последнем нашем видеовлог, там где-то на канале есть. Короче, это крем для рук, пророки, серия Фаберлик, защита и уход с маслом ЖЖБА и пчелиный воск. Знаете, такой классный крем, он еще вот тут так был захреначен. Ну, типа как зафольгирован, только не зафольгирован, а запечатан. Типа я первооскрыватель был. Он довольно густой, вот сейчас у меня тонко струйка вышла. Видать, я его намяла. А до этого у меня выходило раза в три толще и раза в три короче. И он мне нравится. Ну, конечно, после того, как я, допустим, помою посуду, а перед этим лапанно мажу кремом, ну, в общем, после мытья рук с водой или с чем-нибудь еще, тупо мытья рук, то мне все равно приходится его наносить. Он, конечно, увлажняет, питает. Классный такой интересный крем, он мне понравился. И я, может быть, даже сама себе такой как-нибудь приобрету. Но у меня благодаря рынке еще какой-то себе покупала. В общем, у меня пока есть крема, и этот еще не совсем закончился. Но он же на исходе. В общем, он мне нравится. Классный такой крем. После вскрытия, ну, сколько тут, 6 месяцев, 75 миллилитров. В общем, нечего приколола, он такой густой. И вот чуть-чуть выдавливаешь, ну, где-нибудь с ногой, да, с пол ногтя, с две трети ногтя этого. Мне не очень хватало на руки, но у меня чаще выдавливалось чуть больше. Иногда я там на ноги иногда выше рук, в смысле вот сюда размазывала. Но чаще всего мне хватало именно на руки вот этого густого, хорошего крема. Он хорошо увлажняет, хорошо питает. Единственное, что вот я сказала, что после того, как я лапу помыла, мне надо снова помазаться, то у меня может уже по умолчанию. Она, конечно, кожа увлажненная, но все равно хочется чем-то намазаться, да. Ну, короче, у меня вот это, вот эти места у меня нормально увлажняют. Можно сказать, ну, можно сказать, крем на 5. Несмотря на состав. Скорее, не за какой состав, в принципе. Иногда от чего-то хорошего хрен на что. В общем, 5 плюсов по старинному. Этому крему спасибо большой Аленке. В общем, классный крем. Я не ожидала, что он такой классный. Вот, в общем, у меня тут закончилось то, что я тогда в покупках своих не обозрела, но про что края муха где-то говорила. Это у нас есть такой магазин в Угличе, блин, как он там, светофор. Я так поняла, что типа базы какой-то. И там иногда можно что-то путное дешево купить, а иногда, ну, в общем, всякой хрени там до хрена. Иногда всякое какая-то там вот мясо, допустим, я бы не рискнула. Там не мясо, вот эти все колбасы, сыры, там что-то такое, этот сырный продукт с ароматом сыра. Ну, я не знаю, как на самом деле, но просто там пару раз была, и пару раз, конечно, заходила в тот отдел, где вот эта вот еда такая. Я бы не рискнула ее есть. Но вот какие-то вещи там действительно можно купить, не переплачивая, так сказать. Допустим, то же самое, что в магазине где-нибудь там через дорогу, вот, стоит рублей на 20 дороже, да. О, можете что-нибудь влякнуть в камен-то на эту тему. Короче говоря, это крем-мыло, нежный овишневый джем, умывание со вкусом. Я, правда, это, не знаю, может им надо было лицо еще умывать. А, вот что, подходит как для ежедневного умывания, так и для ванной и душа. Что я раньше не прочитала. Ну, короче, как, вот такой вот, это мограф. Мне раньше нравилось очень мограф, я покупала, когда у нас еще был, допустим, Добриня. Ну, если там не один человек смотрит из Углича, иногда и не один. Ну, в общем, если кто-то помнит, когда магазин Дикси был еще магазином Добриня, этим, у них сам, или как-то там, или Тартаксин он, по-моему, назывался. Короче, когда он еще был Добриней, и на число он тоже был такой небольшой отдел, но в центре был больше отдел в этом Добриня. Там был такой отдел вот этой косметики всякой. Там была целая полочка, там, амагра, там, шампуньки были, гельки для душа, пенки всякие умывальные. Короче, мне очень нравилось тогда мограф, вот что-то, то он был, то он не был. Если фоном вдруг что-то шуметь, а то у меня холодильник что-то шумел. В общем, короче, мыло как мыло. Такое, ну, не очень оно пенилось, мягко говоря. Дозатор мне не понравился, хотя тут написано, что эту фигню можно использовать потом еще много-много-много раз, там, что-нибудь туда доливать. Но мне вот именно вот такие вот дозаторы, они как-то меня не впечатляют. Иногда он, нажмешь на него, и он там где-то застрянет, и вообще не выдавливалось ничего. Короче, может, конечно, про ковны попалось, но так, пахон, конечно, не вишневым джемом, чем-то таким интересным, он, допустим, вишневым йогуртом каким-нибудь. Но я не знала, что он еще и для душа, и для тела. В серии есть ароматы яблока, мандаринку, вника, вишня и банан. Короче говоря, а, даже еще это запасные блоки из серии фруктового блюза. Серия, как это, фруктового блюза, если что. Это тут 530 мл, я не помню, что он там, около 48, что ли, рубей был, что-то такое. Ну, короче говоря, в принципе, мне тогда просто Дашка уголокла этот светофор, сказала, что там есть жидкое мыло, ну, и показала мне, где оно находится. Вообще, с Дашкой вообще шикарно ходить в магазин. Она не ходит, но по ушам не капает, что типа лодку, петя, купи-сёк. Как я с однокласской как-то своей сходила в фикс прайс, у меня до сих пор даже книжка какая-то вообще, не знаю, нахрена она мне. А она просто вот, знаешь, я там где искала, что там была второй раз жили в магазин, иду, она просто сказала, вот здесь, здесь вот это есть. И не капала на мозги, что там купить. Короче, хочешь, покупаешь там. Сделано оно было в ноябре этого, 16 ноября прошлого года. Ну, и сколько там оно, в общем, после вскрытия оно 12 месяцев, и срок годности у него 24 месяца. Кто-нибудь там сейчас вякнет, что вот зачем читать, докуда оно было, если оно уже закончилось. Снимайте своё видео и не читайте, докуда, если вам так хочется. Короче, просто мне кто-то вякал такой в камен, так будете говорить, не обращай внимания на каменты, но если не обращай внимания на каменты, то это как бы палка двух концов, то надо плевать на мнение всех. Даже тех, кто там говорит, вот, сними там видос про это вот, да, но я не обращаю внимания на каменты. Короче, говорю, вот такая хигня. Люди же вражают внимания, но, в общем, если я вдруг его увижу или буду опять в этом светофоре, наоборот, себе его, как говорит Аленка, повторить. Чисто потому, что он ещё как для ванны и для душа. То бишь, из него можно было сделать пену для ванны, а я не знала. Вот такая хрена. Так, я тут уже говорю, целые 10 минут. Если не больше. Так, вот, у меня закончился этот гель для душа, тут совсем чуть-чуть осталось. Там где-то ещё бумажка от него, о, она мне попала, это прямо, вот это типа шампанское, я, кажется, его чуть ли не год назад покупала, вообще, я чуть не помню, и помню, мне кто-то, покупала я его по скидке, он там 79 рублей, по-моему, был тут, 230 мл, вот так он выглядел. У меня кто-то в каментах писал, что это серия, этот гель, он сушит кожу, то есть всё, 5-10, кожу он совершенно не сушит, он очень классно, у него кожа после него увлажнена, и тут учёных написано «прекрасно очищают кожу, делая её гладкой, бархатистой и нежной». Действительно, так и есть. Единственное, он не очень пенится, он пенится, так сказать, ну, на троечку. Вот, джурс какой-то там у меня был, такой маленький, с розочкой, ещё там была соль давала, но все-таки цветочки, вот такое же вот, из той же серии, я думаю, того же производителя, тут тоже скин джурс. Чем он пахнет, не могу сказать, чем открыто, я не знаю, про шампанское пахнет, я его не нюхала, честно, не нюхала, не знаю. Но, ну, в общем, он как-то, сейчас может, нюхаю что-нибудь. О, у него даже крючек откручивается. Чем-то таким приятным, ненавязчивым, может, слегка какой-то очень отдалённой корицей иногда отдаёт. Ну, по крайней мере, в душе он так раскрывался. Интересный такой гель. Ряз я буду, конечно, такой покупать ещё. Потому что, допустим, на губочку шариком, может, там не сильно надо много. Оно, может быть, просто пенилось хорошо. Но у меня сейчас губочка вот такая вот, такие губочки, которые обычно посуду моют. Ну, из такой же поролончик, короче говоря. Подарила мне моя футя набор на 8 марта из фицца. Не берите там, они разваливаются, эти губочки. Короче, губочка сама по себе ничего такая. Серединка у меня осталась с сердечком. Ну, и на эту губочку я выливала где-то с такую ладошку, чтобы у меня нормально вспенилось. Или просто лила немножко, а потом ещё раза 2 или 3 добавляла, чтобы у меня пена продолжалась. В общем, на троечку гельха. После него кожа классно себя чувствует. Ну, если вы любите много пены, как я, то такой. На троечку. Так, у меня закончилась органика, китчен, горячая новость, маска, объём для волос, органический бразильский кофе, коричная палочка. Я не знаю, чем, чё там у них в составе. Пахло оно отвратно. Пахло оно так отвратно, что вообще, слушайте, я вообще какой-то ата Израиль. Да, вот я тут позволила себе свой сленг, можете у меня кидаться тапками. Только не забудьте, что это ваш монитор или телефон, или там ещё что-нибудь, как бы это вскрыто. Может, уже и не устрою. А вот. Тут ещё совсем что-то такое вот осталось. Не знаю, видно там или нет. Блин, какое же оно мерзкое. Прям рвотный эффект вызывает. Какое-то, в общем, беловато-блетно-коричневое. Похоже на овсянку такую. Какую-нибудь такую на воде сваренную овсянку. Вот. По цвету. Не знаю, что оно там для волос сделало. Может, у меня волос какие-то не такие. У меня они жирные, тонкие. Но, в общем, объёма я какого-то там не нашла. Мерзкая какая-то. Мерзкая вообще гадость. Не советую эту хрень. Если, конечно, у вас нет такого, это, токсикоза конкретного, на всякие запахи, да, вот, что вы чувствуете острые всякие запахи, у вас какого-то иногда коровит. В общем, никаким ни кофе, никакой корицы оно не пахнет. Мерзкая, противная гадость. Ставлю два. Так, у меня закончился. Там ещё к нему есть. Тут даже, не знаю, может, ещё что-то осталось. Что-то ощущается. В общем, это у нас Organic Shop, натуральный эко-шампунь, укрепление органических, экстракт подростей, экстракт джемчуга голубая лагуна. 500 мл. Знаете, всё классно. Единственное, иногда вот это выливается из-за вот этой упаковки чуть больше, и когда вот он заканчивается, это тоже гемород, может куда-то мимо пролиться в ванну. Очень классный шампунь. Я его пробовала в основном, я мылилась, конечно, это, с какой-нибудь и с этой маской, и с какой-то другой маской, и с бальзамом, который к нему. И уже потом несколько раз у меня бальзам слегка закончился, потому что я его тоже совмещала с чем-то. В общем, вместе с бальзамом он идёт шикарно. Если мыть отдельно, без бальзама, то первый раз какое-то такое ощущение, будто половины волос на голове вообще нет, куда-то они прилизались. Но потом уже, если мыть ещё раз, ещё раз, ещё раз, ну, в смысле через день, да, вот это дело. То, короче говоря, в общем, он сам по себе в принципе тоже нормальный. Я думаю, если вот буду ещё на Азоне покупать, то куплю себе голубую лагуну, или там ещё что-то подобное было. Ну, или хотя бы, в общем, что-то подобное, или именно это куплю. Ну, но постараюсь посмотреть всё-таки другую упаковку, потому что она хоть, конечно, экономичная, если вам повезло, и оно лишнее не вылилось, но она очень неудобная. Я не помню, он как-то это недорого стоил для своего объёма, плюс у меня тогда ещё на Азоне были скидки на день рождения. Короче говоря, классный шампунь. Я могу сказать пять с плюсом. Вот чисто вот мои фавориты, это вот глинмамовская вишенка, дикая вишня и кто-то там. Потом вот эта вот хренотень. Вот этот ещё шампунь два в одном с дыней. От, как он там, недавно же я ещё рекламировала. Вот говорила, блин, как же его звать-то. Савандри. Вот, короче, савандри, вот этот вот два в одном шампуньком, пилим для душа. Вот это вот, глинмамовская вишенка. И ещё в маленькой баночке вот такая же фигня, которая скоро тут будет. Это Organic Kitchen, Organic Shop. В общем, они классные. Вот эти все, все на пять с плюсом. Все четыре вещи такие конкретные. Так, вот у меня как раз она и вылазит. Коса до пояса, густой восстанавливающий. Шампунь, морские минералы и органические в отрасли. Ламинарии, Organic Kitchen. Для повреждённых волос. Не знаю, насколько они у меня были повреждённые. Он реально экономичен. Мне вот этой вот баночки 100 мл хватило на где-то на полтора месяца. Ну, с учитывая, что я делала там перерывы, ещё что-то. Иногда я по два раза замыливала, потому что делала какую-нибудь маску маслом, и хрен её сможет. Вот он приятно пахнет. Не знаю, чем. Дурят ли это возраст, или так, как может. Может, действительно, возраст и так пахнет. Что-то вот такое вот знакомое-знакомое. Короче говоря, он у меня... Можно было брать на два пальца. Иногда попадалось, конечно, больше. Туда попадала вода из-за того, что вот баночка такая, ну, сама по себе упаковка. И, конечно, под конец он там уже... Я-то думала, что он всё ещё такой густой. Конечно, на его свойствах оно никак не сказало, что там вода попадала. Но под конец у меня оставалось действительно тупо на два раза вот такой жидкой жижи. Очень классно волосы промывают. И сам по себе, и можно даже никакие маски потом не использовать, ни бальзамы, ничего такого. В общем, у меня, наверное, себе такую баночку потом, как говорит, Тарёнка, повторил. Куплю ещё раз. Пять с плюсом советую и то, и другое. Вот это и вот это. Вообще день и ночь. Больше пышное, чистое и тому подобное. Так. Ой. Он у меня сложился. Это мне подарок от пищи циверины. На Новый год пришёл. Какая-то спасибо большое. Вообще, я очень люблю вот этот гель. Жалко, что в Гринмаме они уже вообще сняты с конкретной. Я помню, как Нира скидывала в ВКонтакте фотку того, что она тогда, посмотрев мой видос, покупала в Гринмаме. Там как раз вот этот гель был. В общем, очень приятно было его получить в подарок. Ну и, конечно, очень приятно его было заюзать. Я его, по-моему, пару, два или три раза. Я его делала как пену для ванн, ну и в основном как гель для душа использовала. Это у нас Гринмам, увлажняющий гель для душа, лаванда и мёд. 250 мл аромаэнергия. 100% натуральная. Бла-бла-бла. Сроком он у нас был до сентября 2017 года, что говорит, что действительно... Ну и когда он сделал в августе 2015, видимо, в 2015 году, это последняя вот уже серия этих геликов была. После вскрытия он 4 месяца бы жил, но закончился он, конечно, раньше. И очень-очень жаль, что нормальную, хорошую косметику, блин, мама всё-таки сняла с производства. Ну и да, он был такой кремовый. Тут ещё пахнет немножко такой лавандой. Лавандой и чем-то ещё. Даже мне, я бы сказала, чем-то таким, типа хвой, не знаю. Хотя лаванда, наверное, так и пахнет. Я её ещё сто лет не нюхала, хотя она у меня где-то есть. Ну, тут много точечек на тему того, что продукт растительного происхождения. Сейчас заметила, мёд, звёздочка, продукт растительного происхождения. Я ничего не говорю, но чё, мёд бывает продуктом не растительного происхождения. Вы мне напишите в камеру, да ладно? А то, может, мы семейка с практически, сколько там, с 29-го года у нас, с 1929-го года у нас семья пчёлы. Может, я чё-то не в курсе, чего-то не знаю, что ещё мёд бывает какое-то нерастительного происхождения. Фильмное масло лаванды, морковное масло, бла-бла. Ну, в основном, в принципе, более-менее нормальный состав. Салёна О, которая закрыла свой канал, жаль, конечно, она ругала эту Гринмаму усиленно. У меня даже в какой-то момент было такое ощущение, что её приплатили за то, чтобы она её ругала, потому что всегда она у меня выиграла первый конкурс мой, и получилось что-то от меня. Часть какая-то была в призе в конкурсном, то, что я разыгрывала от Гринмамы, и меня очень удивило, что она какие-то вещи очень сильно так раскритиковала. Не, конечно, возможно, действительно не подошло, но вот у меня тогда почему-то в голову, как мне кто-то писал, тебе заплатили, чтобы ты прорекламила сама, для меня никто не платил. Я, в принципе, не стала бы что-то рекламить за деньги, если мне это не понравилось или не подходит. Короче говоря, в общем, ну это чисто моё мнение сложилось вот со стороны, когда смотрела её видосы. Может, конечно, я не права, но в принципе тут нормальный сетап. Короче говоря, если вы где-то увидите на каких-нибудь полках, магазинах, я вам его советую. Это шикарный, я ли вообще классный такой. Так, кот у меня сзади Фодика. Не знаю, было его видно, где он вообще тут вылазил, но я очень надеюсь, что он мне ничего тут не будет трогать. Тише, мать твою. Никакой верёвочек тянуть не будет. Как было с АСМФ с последним моим видео, что мне пришлось выключать, вставать, да, на выключать, а потом сшивать, потому что кое-кто схреначил мне этот самый штатив. Короче, у меня закончилась Дашкин подарок. Соль для вам каждый день морская, 900 грамм. Ну, тут белая соль природная, плюс ещё отдушка. Вот не было бы отдушки, цены бы этой соли не было, потому что из-за отдушки её просто тупо нельзя было, допустим, с каким-нибудь там маслом эфирным смешать, или ещё с какой-нибудь там розой, чтобы пахло именно розой, да. Но вообще хорошая, классная соль, я её фигачила в чистом виде. В основном соль для вам была у меня, потом, значит, пена для вам, там ещё какой-нибудь, может, травяной раствор, или типа вот в этом роде. Иногда даже ещё шарик соли в этот момент кидала, который тут, кстати, будет. Ну, тут 100-150 грамм. В общем, если очень быть экономным, то этого хватит на 9 ванн. У меня хватило где-то так примерно, есть, ну, ванн на 8, наверное. В общем, 900 грамм по 100-150 грамм всывать в ванну, я, миллилитрами уже. 6 столовых ложки, так поняла, 150 грамм как раз. Ну, видимо, 4 столовых ложки это 100 грамм. В общем, недорого и нормально. Сделано в России, в Питере. А в Питере много такой соли делается для вам. Питер, тебе что там, солевой запас какой-то мёртвым во море филиал, так сказать. Ну, а на самом деле, у меня ещё наполовину уделано. Ну, я решила покупку всё-таки показать. Это Аленка мне подарила, это часть подарка на день рождения тогда было. То, что как раз в последней нашей встрече, которая в этом году первый раз состоялась. Это у нас Арифлейм, 75 грамм, пролине. Мыло для рук. Мыло кусковое. Вообще, очень люблю Арифлеймовские мыла. В каком-то видосе про это говорила. Может, даже в видосе, посвященном подаркам, обмену с Аленкой. В общем, короче, хорошее такое мыло. Пахло такой карамельчик. Оно у меня и на кухне было, и ванной было. Ну, туда-сюда. Пока в ванной стояло вот это, тем я мыла на кухне лапки. Потому что у меня такой мороз, я пустого посуду помоем, я всё равно на лапки помыть мылом. Безвально, чем бы я посуду не мыла. Там, вот, моющим средством, как раньше-то. Как он там, горчицами, вот последний пакет, что-то у неё загломит. Потому что разбиралась с Дашкой, нашли такой кусок этого хозяйственного мыла. Бабушка у меня раньше от него всё что-то мылила, мылила. Я вечно кто-то дарила этих подружек бабушкиных. Значит, и думаю, что мне с ним делать, я решила им посуду мыть. Ну, руки мыть как-то не очень. Не знаю, может, непривычно, короче говоря. Я тут одно чудо узнала недавно. Рюля, наверное, этот, немножко расширила горизонт, точнее, да. Что, ну, это тоже косметика уходовая. В общем, вот это вот как раз коробочка из-под лепестков мыльных. Я не помню, фоткала я, выкладывала я это в этот, в свою группу травника или ещё куда-то. Или ещё только собиралась выложить. Я делала такой, в общем, сбор у меня был какой-то. Я его свалила, потом туда зафигачила вот эти лепестки. Или я просто ещё сфоткала, или я просто записала. Ну, короче, потом я всё-таки это буду делать отдельно видео, когда-нибудь про эти ванночки. Меня там кто-то год назад практически просил про тазики для ног. Но я решила в тазики для ног и как эти ванночки делать, наверное, вместе два в одном. Короче говоря, у нас мыло для ванн фигурное скин-жорсток было 3 цветочка по 4 грамма. Субер 12 грамм вот этих мыльных лепестков. И они такие интересные были. У меня ещё такая коробочка одна осталась. Они очень, они полностью растворяются. Хотя я сначала их зафигачила в кастрюлю, потом вот с этим отваром, значит, он зафигачил. Процедила, когда я его отвар запигачила туда в кастрюлю. Так это, что-то вот чисто так кидала, что-то так вот это. И оно так и лежало где-то сутки у меня стояло. Такой бумажно-тряпочной такой фигнёй в этой кастрюльке. А потом, когда я тут стала набирать ванну, фигахнула вот этой соли обычной. И потом этот вот отвар туда перелила. И под водой оно уже вот стало конкретно, оно полностью распустилось. Такую хорошую шикарную пену вышло. Ну, где-то вот такая пена была. В общем, классные лепесточки скин-жорсток. Ну да, я потом принимала ванну. Если вы любите эти мыльные лепестки, то я вам советую. Вообще, я покупала там набори, два по цене одного. Ну, если вы вообще где-нибудь увидите, и вас жаба не задушит, то советую. Так, у меня закончилась очередная паста. Сейчас я пользуюсь вот этой выдавливающейся аквапреш, акварель, фиг я знаю. Из какого-то там обзора она у меня. И новой зубной щёткой, если бы при неё тоже будет упаковочка. Скажу пару ласковых. В общем, знахарь, серебро дороже золота. Волшебный доктор, что ли, зубная паста с серебром за чувствительных зубов. Ну, тут 100 грамм, значит. Хватает надолго дёшевые сердито. Я пастах вообще не понимаю, как я уже говорила. Ну, мои зубы молочные как-то им фиолетово, по-моему. Ну, короче говоря, он вполне себе ничего такое. Бережно заботится белизнею. Знечувствительная эмали. Надолго защищает от образования налёта после еды. Что? КЗ. Вот сейчас чую, налёта нет. Правда, я другой пастой сейчас пользуюсь. В общем, если вы не любите перепролачивать за бренд, как я, то я вам её советую. Я тогда покупала в этом фикс-прайсе, по-моему, в цене одного, по 25 рублей они были. Сейчас не знаю, сколько там оно. Я вчера, когда сумку покупала, ещё думала за эти фикс-прайс, но такой ливень был. Я тупо перешла на другую сторону улицы, зашла в дикси. Тут дикси, там дикси, вообще, я не знаю, дохрена в одном районе, два дикси, да, в одном дикси булочки пекут. Я, правда, не уверена теперь, что эти булочки пекут именно эти дикси. Может, они их просто за мороженое разогревают. Но я вчера купила три булочки. Мне мой приятель по ушам поездил на тему того, что химия, химия, смотри, химию слопаешь. Будь чего, и угольщий не станет, потому что ты с химией слопаешь. Мало чего там это всё в астралу идёт. А суть такая, что я как-то глянула, но я не посмотрела, что там... Ну, в общем, наверное, это были замороженные разные булочки, которые потом разморозили в микроволновке и положили на продажу. Они, конечно, были вкусные, но там было столько, ешь, 666, и потом вечером я ровно так конкретно рано вырубаю. Последние три недели дрюхну больше, чем ем, и всё остальное дело. Не знаю, почему. Если не сплю, то хожу просто сонная. Ну и, короче говоря, потом с подружкой, с Юркой трещали в контакте. Я говорю, не знаю, то ли я самовнушалась благодаря имя, то ли реально. Потому что такое вот странное на Коша ощущение было первые полчаса после этих булочек. Ну, с одной стороны, желание пожрать химию у меня удовлетворилось. С другой стороны, желание пожрать булочек у меня тоже удовлетворилось. С третьей стороны, жить там больше ничего такого не куплю. Мерзко. Да, и надеюсь, вы там это не особо такие, что... Хотя, в принципе, если вам не нравится слово пожрать, не употребайте его. Мне не то, чтобы оно закончилось, я просто решила его показать, потому что оно вообще ни о чём. Это лимонное масло, натуральное эфирное масло для бани и сауны лимонное. Покупала я его... Кстати, срок он у него до августа следующего, короче, года. Тут где-то ещё, ну, чуть больше трети осталось, а его в аромалампу вылило две трети, можно сказать. Чисто хотела почуять этот лимонный аромат, ну, хоть каким-нибудь местом, хоть как-нибудь. Древесно-лимонно в лучшем случае пахнет. Знаете, чайное дерево, наверное, приблизительно пахнет, а не лимонно. Оно почему-то, у меня ощущение было, что это тупо водой разбавленная какая-то мыльная хренотень, субстанция такая. Потому что вот эфирные масла обычно потрясёшь, я никогда не замечала, чтобы они настолько пенились. А это даёт пены дофига. Покупала это в Атаке у нас. Что-то тогда они по 30 с чем-то рублей были. У меня ещё такое кедровое, не знаю, я его ещё не открывала, не пробовала. Что с ним там вообще? Может, это просто такое попалось, а может, это серия такая хреновая. В состав-то 100% эфирное масло лимона. Водорастворимое. Какого лимона? В общем, не советую я вам эту хрень. Что это у нас вообще за серия? Ну, они все вот такие вот похожие. Там было мята, ещё что-то мята на тот момент у меня была. Я увидела там масло лимона, у меня как раз закончилось. И кедровое, думаю, о, надо же попробовать хоть. В общем, отвратное на единичку. Единичка, двоечка. Хотя можно и обоим двоечку поставить. Обоям. Специально говорю. Вот, обои. Так, вот это вот как раз от этой пары. Вот оно. Чую, вот здесь-то я всё выдавила. Вот здесь такое ощущение, что действительно что-то ещё есть. Попробую. Может, завтра выдавится. Короче, у нас бальзам для волос. Укрепление. Голубая лагуна. Это органик шок. Органический экстракт водорослей и экстракт джемчуга. В общем, я про него уже говорила в начале видео. Классная вещь. Можно и вместе с ним. Шикарные волосы. И вот с этим, и ещё с каким-то другим шампунем. Да даже мылом помылили, потом этим нафигачили. Вообще шикарно. Я его немножко держала. И чисто, ну, тут оставить надо 2 минуты, осмыть водой. И чуть подольше держала. Можно использовать и считать даже как маску. В общем, очень классная вещь такая. Ну, и тоже единственный минус. Вот эта вот непонятная упаковка. Пока он полный, ещё нормально выдавливается. Ну, иногда вот чуть больше выдавится. И да, он такой густой. Ну, как обычный бальзам, да, по консистенции. Но когда его совсем чуть-чуть остаётся. Вот этот-то более жидкий. В общем, когда его совсем чуть-чуть остаётся, то вот он лучше, чем вот эта упаковка. В этом плане. Но в смысле не особо много выдавливается. Можно приноровиться так, чтобы не перелить слишком. Ну, по-моему, был такой молочно-зелёного. Такой молочный. Цвет молочной морской волны. У меня упал пустой бутылочек. Вот, ну, если вот этот вот цвет очень сильно разбавить белилами от гуашевой краски. Если у вас хорошо работает фантазия или зрительная вот эта на цвета, то я думаю, вы меня поняли. Ну, или попробуйте сами, там, посмотрите, как оно выглядит и поймёте, как это есть на самом деле. В общем, у меня закончилось. Холодильник снова загудел. Подарок от Алёнки. Год назад, что ли, она мне дарила, когда вот мы с ней... Когда с её пинка я стала вести... Не то, что... Канал-то у меня давно. В 2000... Не помню, 8-го, 9-го года. Это на Ютуб-аккаунт. Ну, именно канал, как... Писать эти обзоры, короче. Как бьюти-бьюти-бьюти. Короче, уникрос для неё... Это у нас Эйвен. И вот первые две трети он у меня пах чисто какой-то такой. Точнее, я думаю, наверное, до середины он у меня пах как Рола. Потом чё-то для меня он был такой отвратный, что я вообще не могла терпеть. И он у меня стоял. И где-то на середине он у меня стал пахнуть, знаете, вот как у меня было это фрашерские духи. По-моему, на мартовские эти пустые баночки у меня пошли. Ирис Нуар, который снятость уже в Ифраше. И вот, когда они у меня стали и фрашерские духи, этот Ирис Нуар, после соприкосновения с водой, вот он немножко менял аромат, чисто для меня, на мне. И он был такой не сексовый, мужской какой-то парфюм. Вот эти тоже я открыла. Вот сейчас он пахнет именно, я не знаю, с чем связано, но вот он пахнет именно вот этим Ирошевским Ирисом. Хотя это роза, по идее. Тут реально уже ни черта не осталось. Минус, конечно, что вот этот тёмный закрашенный пузырёк, фиг знает, сколько тут есть, есть там что ещё или нет. Непонятно. Это, конечно, минус. Потому что, ну, так-то потрясёшь, ещё понятно, что-то чувствуешь. А когда вот там совсем чуть-чуть остаётся, уже только это совсем, он даже уже не прорискается. Всё, всё закончилось. В общем, очень классные духи. Мне они очень-очень понравились. Особенно после того, как они изменили аромат. В общем, я доволен, я их уделала на себя только так. Лёна тогда спросила, типа, что я их ещё не доделала. Вот я их уже доделала. У меня тут, кстати, ещё две баночки будут. Эти у меня, на самом деле, я думала, что я их уже давно выкинула. Это мне как-то от Ифрашев пришло в подарок. Я ещё, когда второй раз поехала в Карелию в 2013 году, как раз у меня тогда вот такой, типа, благоверный, который мне полноформатный флакончик подарил, он мне до сих пор ещё лежит. Это у нас цветочная диска ночная Ифрашевская в Ларпатии Бинайт. Так. И чё это у нас? Тут было 4 мл. И оно ещё пахнет, кстати. Там уже вот оно пожелтело. Я думаю, что оно тупо испортилось. Или, может, на свитую, ещё что-то. Но, в общем, оно такое, вот я не знаю, видно на камеру и нет, но вот там совсем-совсем капелюшка. И оно не выпрыскивается уже. Но оно пахнет ещё этим вкусненьким ночным диском. Синеньким. И там совсем-совсем чуть-чуть. В общем, это тоже второе. Я тогда их уделала. Я, по-моему, тогда именно эту маленькую прыскалку убрала с собой в Питере, когда мы с Юлькой и Ленкой Жу и Милой гуляли по Питеру. Я как раз так... Миша, помню тогда, я говорила, о, Миша, смотри, вот эти... А он ещё да про парфюм. Я говорила, что, по-моему, один из тех мужиков, из тех людей, из немногих мужиков, наверное, кто считает, что если собака лает, это у нас соседи безумные. Что, в общем, тратится... Если женщина тратится на парфюм, то точно вкану. Да, он тратится на парфюм. Короче говоря, вот он что-то тогда, я помню, мы гуляли по Питеру, он мне втирал что-то там за парфюмом, он как раз показал эти духи. Типа, вот, смотрю, у меня такие духи, мне кажется, одобрение вызвало. В общем, это вот у меня упаковочка от Oral BIM, 1, 2, 3, чистота, свежесть, даже межзубов. Но, когда они пишут межзубов, такое ощущение, что у всех зубы, вот, стоят зубы такие, между ними ещё по метру пространство. Зубы же они плотненько, в принципе, это, по идее, по крайней мере, у меня. Не знаю, как у вас. В общем, у неё была ещё вот такой колпачок. Вот здесь, на самом деле, колпачок, может, надо было достать эту щёточку, вместе с колпачком показать, но что-то мне как-то много не хватило. и мне такое ощущение было, что, с виду, она вполне нормальная, такая щётка. Ну, обычная щётка, да? Но, когда я её чищу, у меня ощущение, что-то 2 трети от обычной стандартной щётки. Ну, такая мягкая, действительно, не мнёт никакие эти дёсна, ничего этим зубам не делала отличного. Ну, вот у меня предыдущая щётка была, она как-то, как-то она к ним не очень хорошо относилась, может, просто потому, что эти дурацкие зубы решили снова, типа, расти. 300 лет пройдёт, блин, пока они нормально вырастут. Ну, в общем, классная щётка, я не помню, сколько она стоила, но я вам такую щётку советую. Сделана она, кажется, 25 августа прошлого года. Роктором Генбол. Я её как раз покупала с той этой пастой в тюбичке вот таком стоячем. Так, всё, вот у меня. у меня тут закончился. Алёнка тогда, а, вот до какого состояния ты лайки уделываешь. На самом деле, это не лак. Это 8 в 1 масло органовое, эликсир, даже органовый эликсир, Эвелин косметик. Тут ещё была такая тоже наклеечка, и срок у него был, по-моему, до июня этого года, но уже совсем чуть-чуть осталось, тупо уже я уже вчера-позавчера его доделала, вот уже вот так вот его выливала, на ногтях рассматривала. Это масло для ногтей, очень классно, от Насти Зарезкой, кажется, с первой нашей поменяшки. Огромное спасибо за такое счастье. Ну, и, в общем, оно, когда я не крашу ногти вот этим самим лаком, то я, конечно, мазала его и утром, и вечером, иногда посередине дня, когда приспичит. Даже несколько раз, когда вот у меня очень сильно сухая кожа была, и я даже видела в каком-то гриле, что-то мне советовал какой-то крем, у меня кот еще там помогал ее раздирать, я мазала этим маслом чисто на лапы, капала, протирала, и, собственно, такое шикарное, вообще очень классное, очень-очень классное масло. Ну, у меня сейчас есть бочонок от Аленки от Reflame, вот она с ногом, я его буду втирать в ноготочки свои. Ну, а эту кремь, вот она закончилась. Ну, тут совсем чуть-чуть есть, я постараюсь, наверное, выдавить, потому что как-то жалко выкидывать, там еще что-то есть, оказывается. В общем, очень классная вещь, на 5 с плюсом. Спасибо, Настя, и вам советую, если вы любите ухаживать за своими ногатками, а не только пичкать их красками. Так, по-моему, а нет, там еще что-то есть. А, да, вот этот шарик, шарик, который я зафигачивала вместе с Толью и Пеной. Это шарик у нас у меня еще такой остался. Один это у нас Эл Косметик, Косметик с бурлящей, шарик для ванны, молочный шоколад, ежедневный уход. Вот тут состав точно такой же у шарика, как у той сухой пены для ванн от блин, как их звать-то? Саванри. Даже могу прочитать вам этот состав, он тут и на латинском, и на русском написан. Молоко сухое, морская соль, глицерин, экстрад цветков ванили, масло, молотых зерен плодов шоколадного дерева, молотые зерна плодов шоколадного дерева. Это два отдельных. Косметик с орбитом. Вообще, на самом деле, я, конечно, обленилась, я знаю, я кому-то обещала, если когда-нибудь буду записать видос, как я это делаю, шипучие соли для ванн, но я постараюсь, когда они все-таки рядом что-то писать. Благодаря ей штатив. Так, вот сделала-то у нас 28 января 2017 года, и с срогодностью у него 12 месяцев, ну и 130 грамм. В общем, очень хороший, классный шарик. Ну, что-то он мне тогда вообще по дешевке обошелся. Я, конечно, чек тогда не сохранила, но я много все тогда купила в этом атаке. И самое интересное, что-то не помню, рублей за 45, что я его покупала тогда. Через месяц прислала, он уже 130 стоит. В чем прикол, не поняла. Ну и тут что-то еще у нас. Слушайте, какой бездомный пакет. Прямо я достаю из широких штанин-будников брошюру. Опять вспомнилось. Смотрите, завидуйте, я герой, но брошюру купил я сдуру. С, Николаев. Так, эфирное масло чайного дерева натуральное. 10 мл. А, да, у меня же масло чайного дерева закончилось. Я последнее, я его в основном делала тут в эти свои самопальные дезики для тушки. Вот, последний раз я делала дезик для тушки. Я, конечно, его записала, что куда ложила, может, даже засняла, но я не знаю, выкладывала ли я в этот раз свою травную группу, потому что, в принципе, все то же самое, только там чайного дерева баламала, поэтому я что-то там, по-моему, мят добавила, чайное дерево еще что-то такое и розмарин, что-то у меня там было. Ну, в общем, чайное дерево масло у меня закончилось, придется покупать. А еще у меня закончилось, совсем чуть-чуть осталось, там даже не... Вот, чем мне не нравится цветочная диска, это вот единственный минус в них, это вот в этих маленькая трубочка, которая заканчивается где-то на середине, там где-то одна треть до конца этой стены флакончик остается и фиг ты эту капельку духов достанешь. Ну, в пик вообще. В общем, у меня тут двое цветочных дисков. Классическая красная и последняя их лимитка, вот эта вот, которая до сих пор еще есть, оба, кстати, еще, по-моему, продаются на сайте Эфраше, это ночной диск. Тут 30 мл, но у меня еще флакончик есть, коробочка не распечатанная, которую я покупала как-то в этом году или в конце того года я уж не помню за 600 с чем-то там. В общем, цветочная диска, вне похвал, вне вообще, вообще, супер-супер-супер. Мои любимые, первые мои духи, которые я покупала в Эфраше, вот именно вот такие были. Там уже, не знаю, пятый или шестой такой вот флакончик и 30 мл было, и 50 мл было. Если вдруг вы решите, что-то мне подарить и не знаете, что, вот такие вот духи. это не намеку, это я просто так говорю, первое, что в голову пришло. Ну, вообще, если вы любите такие цветочные, ну, тут оно цедрусовое, даже, мне кажется, иногда малинка, какие-то ягодки такие, в общем, очень летние классные духи, но, мне кажется, это можно было круглогодично прыскать, потому, что вот я их доделала в марте месяце, в начале апреля. В общем, вот такие вот духи классные. Сумбурно, как обычно, куча всего, минут на 40, наверное, если не больше эти пустые баночки, ну, что-то их много вышло. Я думала, их меньше будет. В общем, если вы осилили это до конца, я очень рада, вы словили от меня позитив. Потому что, если вы, те, кто не осилил до конца, позитив от меня не получил. Я только в конце даю позитив. Смотрите, какие ноготочки. Специально для вас красиво. А, в общем, всем, чего не знаю, в хорошем настроении, да, кто-то у меня просил там про кукол записать, я тут собиралась, ну, в общем, когда я более-менее в порядок приведу эти книжки на стеллаже, потому что, если вы краем уха видели этот АСМР на видео, вот последний, короче, видос, который я заливал на канал, то там видно фоном, что вот у меня там сзади бардак вот этих книжек. у меня такие столбки, книжки, разбираю в библиотеку, что-то забираю от себе, что-то я оставляю себе, ну, в общем, что куда. И просто если я хотела снять этих кукол как раз на фоне этого стеллажа, ну, пока у меня там слегка бардак, даже по моим меркам. В общем, всем спасибо, всем пока.